Стресс, на самом деле, чудовищным образом влияет на мышление. Он влияет как? Во-первых, когда вы испытываете стресс, психологическую нагрузку выраженную, у вас всегда активна очень подкорковая вся часть, так сказать, мозга. Именно там, в лимбической системе, генерятся наши эмоции. А если они не слишком активны, то ваши мысли начинают слушаться того настроения, которое формируется в подкорке. И, соответственно, наши мысли становятся тревожными, депрессивными и прочее-прочее. Мы начинаем катастрофизацию всякую разную производить, мы начинаем тревожиться дополнительно, мы начинаем чувствовать себя никуда не годными и так далее. Мышление с такими вводными плохо работает. Второе влияние мышления, стресса на мышление, это то, что это приводит к сужению сознания. В природе что такое стрессор? Это кто-то, кто вам угрожает. Соответственно, вы должны все отбросить и фиксироваться только на угрозе. Проблема состоит в том, что те угрозы и те стрессы, которые мы испытываем в нашей жизни дивной, они куда многослойнее. Если вы на чем-то там начинаете концентрироваться, вы теряете поле, которое надо учитывать для того, чтобы с данным стрессором справиться. То есть, условно говоря, у человека закончились деньги, и он в стрессе думает, где ему достать денег. Он не думает, как у него устроена жизнь, какие свои ресурсы использовать, какие свои навыки можно кому и куда предложить, где они сейчас востребованы. Он сужен, у него одна мысль. Где взять копейку? Это пример того, как сложная задача сворачивается до очень простой на фоне стресса. Единственный способ начать думать, начать использовать интеллектуальный аппарат в ситуации стресса – это прежде всего очень простые, но эффективные методики, которые приводят к снижению вот этого нервно-психического напряжения. И, конечно, знание навыков мышления, потому что у мышления есть прекрасная особенность. Когда вы этот навык в себе раскачиваете, то даже находясь в стрессе, вы можете, совершив все необходимые, так сказать, медитации интеллектуальные, через 23 минуты загрузить в мозг достаточный объем данных, чтобы он начал решать вашу задачу, а не ту задачу, которая диктует вам ваша тревога. Продолжение следует...